Всем привет! Меня зовут Влада, и я член команды DataRave в Минск Максима Бокс. Сегодня я расскажу вам про проверку карты вместе, взаимодействие команды DataRave и сообщество OpenStreetMap. Во-первых, начну с того, что такое вообще команда DataRave. Команда DataRave отвечает за несколько областей ответственности в компании, и они составляют аббревиатуру. Каждая буква — это направление нашей работы. R — это просмотр данных OpenStreetMap. Несколько лет назад на одной из конференций StatusMap мы рассказывали про то, как мы ищем ошибки в данных. И в сервисе WSCH иногда вы можете видеть наши комментарии, метки для чин-сетов, которые MapBox просматривает. А — это аннотация для тренировки машинного обучения. В — валидация данных из открытых источников. Иногда нужно уточнить какие-то данные, найти разные источники, чтобы дважды проверить, что там на местности. И последнее, но не по важности — это редактирование карты. Это самое новое направление в DataRave. И здесь мы общаемся с разными сообществами. На этом слайде наша команда в 2018 году. Было где-то 30 человек, а сейчас мы выросли в 3 с небольшим раза. То есть примерно до сотни человек и продолжаем расти. Что такое линтеры? Линтеры — это валидаторы данных, которые находят логические ошибки в данных OpenStreetMap. Мы используем OpenStreetMap, чтобы запускать валидаторы в масштабах всей планеты. Например, когда вы рисуете карту, в редакторе 1 вы можете увидеть предупреждение, чтобы поправить ошибку перед сохранением. Если вы сохранили эту ошибку, то такие ошибки могут быть найдены пакетно, и наша команда их правит. Мы правим 9 категорий. В общем, вот эти 5 категорий и 4 типа категорий про проблемы с отношениями запрета поворотов. Пересекающиеся дороги — это когда есть две дороги, которые пересекаются, но не имеют общего узла. Островные дороги — это фрагмент дороги, который не соединен с общей дорожной сетью. Невозможный угол — это когда случайно кто-то подвинул узел. Очень острый угол, невозможный на сторонней дороге — это когда невозможно приехать или выехать. Смешанные слои — это пересекающиеся дороги с разными значениями layer, но имеют общую точку. И 4 вида проблем с отношениями запрета поворотов. Например, лишняя роль, когда у нас есть 2 сегмента дорог с ролью from. Одна точка с ролью вея и одна точка to или пропущенная роль, когда у нас есть объекты с рамами вея и to, но нету дороги с ролью from. Справа вы видите табличку, которую мы публикуем в тикетах в гитхабе в нашем репозитории. Там есть ссылки на файлы JSON, чтобы сообщество могло самостоятельно проверить, что мы исправляем, и посмотреть, какие ошибки нашлись рядом с участниками. Теперь несколько примеров ошибок от линтеров. В первом видите дорогу, которая подсоединяется к границе, но не к дороге. Что, конечно, ошибка, потому что у обеих дорог должна быть общая точка. На следующей картинке видна неправильная геометрия дороги. Кто-то, видимо, хотел нарисовать тупик, но неправильно нажал. Вот так что мы поправили геометрию, чтобы убрать дубликат с сегмента дороги. Вот здесь вы видите перетащенные узлы в формате Z и X. Справа неправильное направление односторонней дороги под крышей. А здесь островная дорога, которая не соединена с общей дорогой. А справа дорога с тегом моста, у которой есть общая точка с дорогой внизу с другим значением layer. Разумеется, это ошибка, и общую точку мы удалили. Зачем команда Movox это делает? Почему это им важно? Ну, мы начали показывать линтеры в октябре. Мы делаем это из-за API нашего и нашего SDK для навигации, которая частично зависит от данных OpenStreetMap. И нам важно предоставлять лучшие данные OpenStreetMap. И Movox довольно долго участвовал в данных OpenStreetMap и хочет продолжать улучшать данные. Теперь я расскажу про наши первые попытки взаимодействия с сообществом. Как мы это делаем и зачем. Как я ранее упоминала, это впервые команда DataRave начинала картографировать, и это первые попытки общения с сообществом. Некоторое время назад мы сделали дурацкий импорт на территорию Германии, который откатили. И когда мы начали готовить наши правки полинтером, мы решили избежать проблем. И вот вы видите мое первое сообщение на форуму OpenStreetMap. И спасибо модератору, который показал, что в ОСМ есть гайдлайны для направленного донсирования. И до того, как картировать, нам сначала нужно подготовить документацию и обсудить с местным сообществом. Вот, местное сообщество было первым. То есть, проект линтеров начался в этой стране. А вот список других стран и сообществ, их каналов коммуникации. Было много интересных находок для нас. Потому что каждый раз, когда мы приходим в новые сообщества, и это новый опыт, новая информация. Например, когда мы общались с немецким сообществом, мы не знали, на каком языке это нужно делать. Поэтому мы писали на немецком и оставляли ссылку на автоматический перевод на немецкий. Но участники довольно быстро подсказали, что нужно использовать их язык, чтобы быть вежливыми. И некоторые участники были добры в том, что отвечали на двух языках. Команда DataRef, она в Минске. И английский, в общем-то, не наш язык родной. И в команде DataRef нет никого, кто говорит на немецком. Поэтому было очень здорово видеть не только немецкий язык, но и английский тоже. Потому что машинный перевод иногда не очень хорош. И можно сложно понять вопросы или информацию, которые нам дают. Следующее сообщество, с кем мы пытались взаимодействовать, было французским. Так что мы не знали, что могло быть много каналов коммуникации, помимо форума ОСМ. Поэтому я попытался показать документацию о наших проектах по редактированию. И модератор подсказал, что есть другие каналы общения, которые во Франции используют их форум и почтовая рассылка. Так что я пошла туда и должна сказать, человеку, который не знает всех этих нюансов про сообщество, может быть довольно сложно найти место, где можно общаться с местными. Также мы общались с нидерландским сообществом, и они сказали, что мы можем спокойно говорить на английском. И нас удивила их активность в контексте линдеров. То есть они сами правили ошибки и упоминали это на форуме, и не упоминали это в наших тикетах. И пока мы отправили данные, мы видели, что были случаи, что они поправили ошибки до нас. Так что хотим сказать спасибо всем, кто давал нам фидбэк, советы, в частности, какие спутниковые снимки использовать для картирования. Также мы получили много отзывов на наши пакеты правок. Иногда очень позитивные, иногда не очень. Некоторый фидбэк вызывал вопросы, но все равно был полезным. Потому что все это очень новое для команды DataRave, но они помогли вырастить наши способности, дали нам опыт общения с сообществом. Так что спасибо. Также мы контактируем с бельгийским сообществом в каналах Riot. Они тоже поддерживают нас довольно активно. И вообще в каждой стране, когда мы даем наши JSON-файлы, мы видим ваши правки, видим, что вы правите данные. Так что это очень здорово. Ну, что касается чисел. С октября прошлого года по июнь этого восемь месяцев наша команда проверила 30 с половиной тысяч ошибок. И это довольно много для нас. Наша команда смогла поправить больше половины. 19 тысяч правок. И здесь написано, что во многих странах правили больше 35% ошибок. И мы просмотрели Германию, США, Бельгию, Нидерланды и Францию. В некоторых странах уже провели несколько подходов. Также мы хотим сделать еще один подход во Франции. И еще посмотреть Италию. Но метрик у нас пока еще нет, потому что работа еще идет. И должен сказать, что каждое сообщество помогает нам вырасти как картографом. Так что команда продолжает расти. И в будущем мы планируем добавить новые активности по картированию. Так, некоторые из вас слышали про проект «Пропущенные улицы», который мы делали в Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы. И мы смотрим, какие еще есть возможности поучаствовать в правке OpenStreetMap. Так что большое спасибо за внимание. Сейчас видим вопросы, время для вопросов. Так что, пожалуйста. Добро пожаловать назад. Надеюсь, что вы сегодня меня слышите. Были некоторые проблемы. Да, трансляция идет. Я говорю спасибо, Вася, за презентацию. Да, мне все понравилось. Хороший пример взаимодействия компаний, на бокс и сообщества. Око Стритмап и с в различными коммунями. Прямо показать что, так что можно сказать. Так, вижу, есть какие-то вопросы. Есть ли у вас способы отметить то, что вы поправили, чтобы линтеры снова находили те же самые ошибки? Да, то есть, если вы видите, что на карте все правильно, как вы обозначаете, что все хорошо? В начале презентации я рассказывал про инструмент. Да, мы используем тот SM-Lint, вот и мы все правим, и когда ошибки нет, то он не выведет ошибки. Вы говорили в начале презентации, что навигация использует данные OSM, но часть, видимо, не использует данные OSM, а откуда берут эти данные? Ну, я могу сказать, что все данные связаны с OSM, какие-то дополнительные данные могут быть связаны с нашей телеметрией, но мы эту информацию тоже делимся ею с OSM-сообществом в части в рамках проекта Missing Streets, пропущенные улицы. Какие-то данные наши внутренние, но мы постепенно возвращаем их в OpenStreetMap. Так, есть еще один вопрос. Вы двигались от страны к стране. Да, кто-то удивился, что у французов есть форум. То есть вы начали в Германии и пошли к другим странам. Как вам удается каждый раз находить каналы общения? Иногда это непросто. То есть иногда просто используют форум OpenStreetMap. Да, ну, есть много каналов для разных стран, и все они активны. Некоторые сообщества используют почтовые рассылки или какие-то другие каналы. К тому же есть сайт с картой мира, и там указаны все каналы общения для разных стран. Да, очень мощный инструмент, и с него действительно стоит начинать. Да, для итальянского сообщества я добавлял наши каналы на эту карту. Я хотел бы, чтобы про эту карту многие знали, там действительно легко найти каналы. Ну и мы всегда публикуем файлы JSON в наших тикетах на гитхабе. Их легко открыть, это обычный GeoJSON. И можно зайти в OpenStreetMap и самостоятельно посмотреть, в чем были ошибки. Ты говорила, что перемещаете стране к стране. Как вы их выбираете? То есть есть какая-то коммерческая подоплека этому. Ну, могу сказать, в наших планах много стран. Там Европа, США. Мы сделали пока только часть, но реально мы хотим исправить все ошибки. Вот, пару дней назад мы решили пойти в Канаду. А где-то через полгода пойдем в Мексику. Так что дорога еще длинная. Да. И изучаете мир, сидя в Минске. Это очень интересный момент. Но я потерял эту часть, потому что технические проблемы. Вы уже выполнили страны? Или когда вы открыли страны, вы решили почти больше проблем? Вы оставили страны на листах, которые вы... Какие-то страны вы уже завершили? Или когда вы исправите все ошибки, вы проверяете, что там новые ошибки не появляются? Могу сказать, что мы бы хотели проверять каждую страну периодически. Потому что карта живая, и новые ошибки явно появятся. Например, через полгода. И для Франции мы так и сделали. То есть первый раз мы Францию проверили где-то в конце октября или в декабре. И неделю назад мы перепроверили всю страну. Так что во Франции данные сейчас должны быть достаточно хороши. Что кажется, больше вопросов нет. Я думаю, если кто-то здесь вышел, и кто-то подсказал, если вы хотите вопросы. Может быть, у тебя есть контакт с помощью. У меня есть контакт с помощью. Так что вы говорите на карте, если вы есть контакт с помощью китаба, и вы уже есть контакт с помощью китайских манеков. Я помню, как ты послал письмо в изолянское сообщество пару недель назад, это было неожиданно, помню, что был на английском, приходилось переводить, интересный подход. Ну что, вопросов больше нет, так что большое спасибо за твое время и презентацию, и за работу вашей команды. Так что, да, спасибо. И на следующие вопросы можно ответить в комнате PostTalk. PostTalk. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...